Микс Ньюс И пишите ватсап Вы являетесь для многих Символом крымской весны Прошла пятая годовщина крымского референдума Не так давно, как вы оцениваете Сейчас, спустя пять лет, события, которые Произошли в Крыму в 2014 году? Ну, как Это победа наша Победа, которая Всегда останется нашей гордостью Потому что в 2014 году Люди не побоялись И действительно, такое всенародное волеизъявление Без политики Без каких-то Других целей Всех людей Всех крымчан и севастопольцев Объединила одна благородная цель Защитить свою родину Отстоять свое право Свое право жить Право разговаривать на родном языке Право гордиться своей историей Право выходить 9 мая С гордостью в душе С Георгиевской ленточкой И праздновать Великий День Победы Право не стыдиться Того, что Когда-то, где-то Мы не отстояли Свою правду Поэтому Ну, Великий Праздник И ничего не огорчит Те события, которые Прошли в 2014 году Действительно, наша Ну, это наша гордость Наша радость Вот если говорить с точки зрения юриста Как вы оцениваете вообще с юридической точки зрения То, что произошло Потому что Были нарушен ряд Международных договоров И, в общем-то, говорят о том, что Будапештский меморандум Вот как юрист Как вы оцениваете То, что произошло Я вам скажу Как прокурор На тот момент Я являлась прокурором Автономной республики Крым И официально заявляла И заявляю Что человек Я, прокурор Отвечающий за соблюдение законов На территории полуострова На тот период времени Никаких нарушений законов Наш референдум не допустил Потому что есть Известная всем правозащитникам Статья первая Устава Организации Объединенных Наций Которая предусматривает Право на самоопределение Есть конституция Автономной республики Крым Была на тот момент Которая тоже предусматривала Наше право Право крымчан На самоопределение И был государственный переворот На Украине Начатый 30 ноября 2013 года И впоследствии привел К разрухе и развалу страны Уничтожению страны Украины Все это начиналось С преступлений С преступлений на Майдане Вот те люди Которые осуществили Государственный переворот И захватили власть на Украине Они и подтолкнули крымчан К защите К самозащите К реализации права На самоопределение Вот собственно говоря все Говорить о референдуме крымском Надо не с 16 марта Начинать не с 16 марта А начинать с 30 ноября 2013 года С Киева Когда всех русскоговорящих Просто уничтожали Когда к нам Направляли в Крым Поезда так называемой Дружбы Для того чтобы перерезать Всех крымчан Всех русскоговорящих А в Крыму 99% Русскоговорящих было То есть фактически Ну я сейчас утрирую Не 99 конечно 125 национальностей в Крыму И в разные конфессии И всегда мирно Уживались и уживаемся Никаких конфликтов На этой почве нет и не было Так вот Мы реализовали свое право На самоопределение В соответствии с международными Договорами В соответствии с уставом Организации объединенных наций В соответствии с конституцией Автономной республики Крым На тот момент Крым Уже был автономным Да Автономию практически Всю Украина пыталась забрать Но тем не менее Унитарное государство Украина имела В своем составе Это конечно Непонятно как Нонсенс какой-то Но тем не менее Имела автономную республику Это наш полуостров Мы имели свою конституцию И мы реализовали свое право Мы защитили свою жизнь Поэтому о каком нарушении закона Говорят Пусть начнут разбираться С нарушений законов На Майдане в Киеве С госпереворота А потом уже доходят До Считания пылинок По нашему референдуму Мы живы Поэтому это самое главное Мы попросим вас быть Чуть-чуть подальше От микрофона Если это можно Чуть-чуть Простите Я специально Все хорошо Чуть-чуть подальше Да спасибо вам Как вы реагируете На людей Которые сегодня Называют те события То есть Присоединение Крыма В 2014 году Аннексии Как к людям Которые не знают истории Мы вернулись домой В России Какое у вас Последнее воспоминание Об Украине Страшные воспоминания Такие в Майдан Я работала на тот момент В Генеральной прокуратуре Украины И все эти события Как раз я В спецподразделении работала В процессуальном В отделе Управления Главное управление Процессуального руководства За уголовными производствами Находящимися В Главном следственном управлении МВД Украины Вот И мы фиксировали Все преступления Происшествия Которые были на Майдане Как раз моя территория Поднадзорная Это город Киев И конечно Все мои последние Воспоминания Об Украине Это Убитый полностью Киев Весь плачущий Серый Покрышки Звук Паленых покрышек Кричащие Неадекватные Командир Командиром Которые 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 собрались На Майдане Обычный Прокурорский Сотрудник Хотелось Просто посмотреть В глаза Все В Государственной Ваш вопрос По поводу того Что меня Сняли с должности Председателя Комиссии Да Вячеслав Полотин Сказал вам Стать совестью Госдумы Как вы говорили И после того Как расформировали Этот комитет Вы встречались с ним Что он говорил вам Нет Он не приглашал Меня для Бесед Не имела Возможности С ним Переговорить Совершенно Обыденные Рабочие Дни Как будто бы Ничего не произошло Меня никто Ни о чем не спрашивал И ни о чем Предварительно Не предупреждал И сегодня Разговоров никаких Не ведут Общаться с Володиным Не общалась На эту тему Вам удалось Стать совестью Государственной Думы Как вы считаете Наверное Не до конца Пыталась Пыталась Но не успела Вы также говорили О том Что после этого На вас Началась Травля Со стороны Кого сегодня Идет эта травля Если она продолжается И сейчас Да нет Я не говорю Что на меня Началась Травля Совершенно Нет Это Разная Ситуация Жизненная Рабочая Ну То что Произошло С нашей Комиссией С моей Комиссией Это было Объяснялось Оптимизацией Работы Парламентских Комиссий Но я же Понимаю Что это Не совсем Так Какой Оптимизации Работы Была Комиссия Работала Материалов Было много Которые Озвучены На последнем Заседании Такие Вопиющие Факты Что сегодня С ними Неизвестно А какой-то Специальной Травли Со стороны Своих Коллег Нет Я Стараюсь Ровно Относиться Ко всему И специальной Травли Ко мне Нет Разное Есть отношение Палки Там В колес Еще Какие-то Преграды Но это Все нормально Это рабочие Обыденные Дни Я к этому Привыкла Еще со Времен Прокуратуры Но все-таки У вас Не возникает Не появляется Чувство разочарования Именно в российской Политике В связи Вот с этими Событиями Которые вы уже Можете наблюдать Будучи Депутатом Государственной Думы Нет Разочарования Вот То что касается Возвращения Крыма В состав России Абсолютно Ни на секундочку Нет и не будет А по поводу Разочарования В некоторых Аспектах Деятельности И функционирования В том числе Российской политики Там Любой другой Политики Любой страны Конечно Это разочарование Где-то будет Потому что Политика Это такой Сложный Механизм Сложная Комбинация И интриги Хитросплетения Это все есть Не без этого Не исключением Является Российская Федерация Везде так Политика Это Дело тонкое Вот Разочарований Я не испытываю Такая борьба В каждой В каждой работе В каждой службе Есть свои плюсы Свои минусы В том числе И в политике Ну вот Вячеслав Володин Имя которого Мы уже упомянули Заявил Что Россияне Хорошо понимают Цитата Атаки На Путина Это атаки На Россию Нет Путина Нет России Сегодня Вы согласитесь С этим высказыванием Россия Россия всегда будет Россия это наша родина И все мы И Путин И все люди Которые Любят Россию И государственные служащие Все Сотрудники Все патриоты Своей родины Россия Готовы жизнь отдать Для того Чтобы Россия Всегда была Независимо от того Будем мы Либо нас не будет Россия всегда должна быть Это наша родина Это наша история Я люблю Россию Точно так же Наш президент Любит Россию Поэтому каждый из нас Готов жизнь отдать За то чтобы Родина наша процветала Ну вот У вас нет ощущения Что Ну когда мы говорим О России И когда говорят О лидерах России То часто Сравнивают президента Или генерального секретаря Если смотреть на советский период С царем То есть России нужен царю Вот как вы считаете Ну у нас был период Когда у нас Был царь Государь Монархия Разные формы правления Политический режим Все это проходило Не только наша страна Но и другие страны Мы на сегодняшний день Живем в демократичном Правовом государстве Есть своя конституция Есть президент Российской Федерации То есть Представляет нашу страну На сегодняшний день Президент Владимир Владимирович Путин Какие-либо изменения Вносить в форму правления В государственное устройство Для этого в конституции Прописан порядок То есть Все народное голосование Всероссийский референдум Я считаю Что на сегодняшний день Таких поводов Я считаю Что нужно жить В такой форме правления С таким государственным устройством Которое есть И развивать страну А не менять что-то Не обязательно Смена формы правления Ведет к улучшению К процветанию Нужно работать с тем Что мы имеем Во благо нашей страны Но тем не менее Как вы считаете Есть ли у российского общества Такое Сакральное отношение К главному человеку В стране То есть К президенту Когда Ну может быть Президент всегда прав А вот Может быть Что-то делают чиновники Не очень хорошо Вот эта сакрализация Она присутствует Как вы считаете Сакрализация Есть по отношению К главе государства Вот в частности Мы говорили Про царя Про империю Да Тогда вот Государь И на сегодняшний день Государь Он у нас Последний Николай II Он причислен к лику святых Поэтому Сакрализация Именно в том плане Что вот Наша страна Наш государь Положил Отдал жизнь За Россию Он причислен к лику святых Он изображен На православных иконах Мы ему Мы просим помощи Сегодня Глава государства Президент Владимир Владимирович Путин И когда он Задает курс Развития нашей страны Мы все Идем По Вести 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 За нашу страну За развитие И мы ему верим Поэтому Поэтому Так И есть Ну вы Как депутат фракции Единая Россия Не поддержали Пенсионную реформу Много об этом Говорили Оценивали это Как такой Очень смелый поступок Позже Вы сказали Что в интервью Вот не так давно Что чувствовали Может быть В шутку Вы это сказали Но что чувствовали Что можете попасть В список врагов Вас это не пугало Ну конечно Всякие мысли были Но испугаться Я не испугалась И не собираюсь Этого делать Потому что Я голосую так Как мне говорит Подсказывает совесть Так Чтобы можно было Не стыдно смотреть В глаза Своим Избирателям Крымчанам Севастопольцам Да и другим Людям Обычным Простым Простому народу Для которых Мы работаем В думе Мы народные избранники Вот Переживала Конечно переживала Конечно Такой список Может быть Он есть Какой-то негласный Неофициальный Конечно Я наверное Там фигурирую У кого-то Но это не говорит О том Что я Враг Нет Я делаю Все во благо Вы рассказывали Что когда Проголосовали К вам подходили Депутаты И мужчины Подходили депутаты И говорили о том Что выражали вам Благодарность За смелость Но говорили Что мы бы так Не смогли У нас дети Но ведь у вас Тоже дети И так или иначе Возможность Высказывать правду Это наверное Роскошь Как вы считаете Она ведь Не каждому дана Вот Почему вам Это можно Как вы думаете А я это Приобрела Когда мы Вышли защищать Крым В 2014 году И Когда я написала Рапортное Увольнение В Генеральной Прокуратуре Украины Я увольнялась В никуда У меня не было Какого-то запасного плота Лодки Я уходила В никуда В деревню К своим родителям Престарелым К пенсионерам И к своей дочери Я воспитывала Ее одна Поэтому Для себя Тогда я перешла Эту границу Правды Когда нужно Стоять за правду Когда не надо Бояться И когда мы Все стали Защищать Родину Несмотря на Возгласы Крики Визги Что мы Незаконно Все это делаем Несмотря на угрозы Чего только Мне не высказывали Мои бывшие коллеги Из Генеральной Прокуратуры Украины Как они До суда Меня Не довезут Потому что Меня разорвут На Майдане Вот тогда Я перешла И поняла Что такое Стоять за правду И что если Ты встал На этот путь То уже Сворачивать С него Нельзя Надо идти До конца Вот я и иду Правда ведь Часто Ощущение Правды Субъективна Как говорят Для каждого Она своя Вот У вас Не возникает Сомнений Что вы Можете ошибаться Конечно Я ошибаюсь Я могу ошибаться Я это понимаю И Иногда Но В любом случае Нужно смотреть На Цель Вот если Я Считаю Действительно Благородно Я За эту правду За людей Я С нее Не имею Никакой Корости Прибыли Для себя Я иду И доказываю Но в любом случае Критику Воспринимаю И учитываю Вдруг Я где-то Ошибаюсь Да Я начинаю Анализировать Начинаю Думать С этой стороны С той стороны Но принимаю Решение Самостоятельно И за это решение Самостоятельно Буду отвечать Сейчас небольшой перерыв Буквально несколько минут Мы прервемся Затем вернемся И продолжим Наталья Поклонская У нас сегодня В программе Абонент доступен В следующей части Начнем принимать Ваши звонки Оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен В студии Работает Анна Смирнова Вадим Родионов И звукорежиссер Евгений Копейн И с нами на прямой связи Сегодня Наталья Поклонская Наталья Владимировна Здравствуйте еще раз Здравствуйте еще раз Ну вот Начать вторую часть И бы хотелось С таких несерьезных Может быть вопросов Вас в Японии Сделали звездой аниме В интернете Нередко вас называют Няша-прокурор Как вы это оцениваете Не мешает ли вам Популярность Исполнять свои обязанности В Государственной Думе Раньше относилась к этому Очень болезненно Переживала Думаю Ну прокурор Серьезная такая должность Должна всех боять Устрашать И все должны бояться А тут шутят Няша-мяша Вот А теперь я отношусь К этому совершенно Спокойно Даже Мне приятно Потому что такое внимание Мы вот Крымской весне Могу показать Вот смотрите Какое Шампанское сделали Няш-мяш Крым наш Да Мы нашим радиосурсам Которые слушают трансляцию И сейчас расскажем Что Наталья Поклонская Поклонская показала нам Бутылку шампанского Где На Упаку На имя написано Няш-мяш Крым наш То есть Вы относитесь к этому Хорошо Но вот как раз Когда готовились к интервью Нашли Что есть даже Рассуждение На тему Сколько стоит этот бренд И там Многие миллионы За Няша-прокурор Готовы Предоставить фирмы Не предлагали вам Такие какие-то Коммерческие предложения От рекламных Может быть Агентств И так далее Да нет конечно Не было таких предложений Мы вот Все что сделали Крымская Розовая вода И шампанское Это специально Была выпущена Такая Лимитированная Коллекция Юбилейная К годовщине Крымской весны Чтобы нашего Производителя Поддержать И немножко Так вот Зафиксировать Наш праздник Юбилей Такой первый Вот А какие-то Коммерческие предложения Их не было Мы думаем С мужем Оформить Такой товарный знак Няш-мяш Крым-наш Но мы пока Пока думаем Пока Все это в стадии Таких продумок Мыслей Ну вот пользователь Амра В фейсбуке Спрашивает у вас Действительно Считают Самой важной И актуальной Проблемой В России Которой она Посвящала Все свои силы Целых полгода Был фильм Матильда Алексея Учителя Действительно Или считаете Это самой важной И актуальной Проблемой В России Поскольку Посвящали Этому Долгое время Ну там Немножко неправильно Не полгода А целый год Мы занимались Жалобами людей Потому что Их было много Много тысяч Этих жалоб Этих писем Обращения Чтобы людей Кто-то услышал Потому что Святой Изображенный На православных Иконах Которому молятся Миллионы людей Не только в России Но и за рубежом Это и православная Сербия Это и Любые другие Православные Люди По всему миру Конечно Зацепило то Что этого православного Нашего святого Будет играть Немецкий порно-актер Кроме того Деньги бюджетные 280 миллионов Рублей Были Мягко скажем Использованы Не по назначению Вот А это Деньги на зарплаты На пенсии На социальные выплаты Людям обидно Поэтому я И организовывала Все проверки Считаю что И этому направлению Работы Надо давать Должное И уделять Внимание Ну вот Алексей Учитель был В нашей студии Он Благодарил вас За эту активность Поскольку Вы обеспечили этой картине Успешный прокат То есть Тот ажиотаж Который поднялся Благодаря вашей активности Заставил эту картину Посмотреть Многих людей Которые возможно Этого не сделали Без такого скандала Как вы это оцениваете? Оценили сами люди Они потом мне писали В соцсети Что Наталья Мы раньше к вам Относились Как-то С непониманием А посмотрев Эту гадость Теперь понимаем Что вы говорили Правду Надо было К вам прислушать Вы считаете Что этот шум Был оправдан Который Был вокруг Одно без другого Не могло быть Просто Если ты Идешь уже То понимаешь Что вторая сторона Медали будет Но в данном случае Это вот такая Вторая сторона Вы согласитесь Что для политика Подчас смерть Бывает важнее жизни То есть Это трагическая смерть Царя Это причина По которой Его причислили К лику святых Как великомученика Это ведь Совсем не означает Что его жизнь Должна была быть Безгрешной Это не трагическая смерть Трагическая смерть Практически У каждого человека Когда смерть приходит Трагедия наступает В семье А мученическая смерть Которую принял Государь За Россию Это на его глазах Убивали его детей Жену Не просто убивали Мучили То есть Священнослужители И ученые И кто входит В круг экспертов Определяющих Возможность Отнесения Того-либо иного Человека К святым Они изучали Этот вопрос И Подискутировать На эту тему Можно как раз таки С ними Со священнослужителями А не со мной Вот собственно И все Если кто-то Не согласен Мог Да Обжаловать Ну так вы считаете Все таки Вы ведь Также изучали Наверняка Биографию Николая Второго И знаете Его линию жизни То что его Причислили к Люгу святых Это ведь Совсем не означает Что его жизнь Была безгрешной Он ведь не был С крылышками И мимфом на голове Всю жизнь Мы же сейчас Не обсуждаем Грехи чужих людей Ну знаете Возьмите вас Возьмите меня Я думаю Тоже много чего Можно там Пообсуждать И увидеть Чужие грехи Я не беру На себя Такую смелость Осуждать Святых Причисленных Вот К такому Образу Что Они там Допустили В своей жизни Чего-то За что можно было бы Посидеть И как на скамеечке Бабушке Пообсуждать А вот он На самом деле Плюнул не в ту сторону Нет 22 года Российская империя Развивалась Такими Стремительными Шагами Что стала Самой великой Державой в мире Во время Направления Государя Николая Второго Все что было сделано Великие достижения Ведь они О том Просто переписаны Уже успехами И заслугами Другой власти На самом деле Надо же помнить Надо же уважать Свою историю А плевать в нее Может только Тот человек Который не имеет Собственного достоинства И гордости За собственную страну Тот человек Который не имеет Прошлого Как вы относитесь К СССР Вообще К наследию Советского Союза К этому периоду Российской истории Это период Российской истории Тоже со своими Плюсами Со своими Минусами Нормально отношусь Ну как раз ведь Николай Второй Был расстрелян И Сейчас Когда например Видишь Ленина В мавзолее Или патриарха Рядом с мавзолеем Возникает Такое ощущение Эклектики Вот на ваш взгляд Насколько Понятна сейчас Российская история Российскому обывателю Две секундочки Вот А можно еще раз Пожалуйста Да Вот сейчас Можно наблюдать Такую Эклитическую картину Когда Патриарх рядом с мавзолеем Мавзолея Ленина И в общем-то Есть две части Российской истории Которые пересекаются Непонятно Кто хороший Кто плохой Красные Белые Как они могут Существовать вместе Как Может опять же Ленин находиться В мавзолее Хотя Россия сейчас Страна где Ну Достаточно силен Вот этот элемент Православия Как вы все Вот это Воспринимаете Да Россия Она всегда Была православной Державой В которой Уживались Разные Конфессии Религии И мусульмане И православные Но мы Страна Которая Хранит Веру Это Наш Знаете Дух такой Сила Духа Сильная Поэтому И непобедимы Уважаем Свою историю Я отношусь Совершенно нормально И к советскому Периоду И к периоду Имперской России Придраться Ко мне Что я К кому-то Лучше К кому-то Хуже Есть свои плюсы Есть свои минусы Своё мнение Позицию Я высказывала И по поводу Мавзолея И по поводу Всех остальных Вопросов Я считаю Что нет необходимости Повторяться И сейчас спекулировать На этом вопросе Давайте примем звонок У нас много радиослушателей На линии Здравствуйте Как вас зовут Просим без реплик Задавать вопросы Наши гости Меня зовут Владимир Я тоже поклонник Мяши Мяши Но последние Речи Которые она делает Там где Бюст у неё мироточат Прогулки с иконами И прочие вещи Мне кажется Что из национального героя В антинационального героя Она стала превращаться Что она думает По этому поводу Не надо ли Изменить имидж Спасибо вам за вопрос Да Наталья Владимировна Что можете сказать Ко мне по-разному относятся Имиджмейкера У меня нет Я имидж Специально себе Не делаю Не создаю Вот работаю Как мне душа Подсказывает Во благо людей И всё Я могу нравиться Сегодня Могу Нравиться завтра Нравиться Не нравится Работаю Во благо Странной Вот и всё Всё-таки Чтобы подвести итог Хотелось бы ещё раз Вернуться к фильму Матильда Понимаете ли вы Что из-за этих протестов По поводу этого фильма Были совершены нападения В частности На студию режиссёра Не чувствуете ли вы себя Причастным к этим нападениям Не физически я имею ввиду Но морально Вы знаете Смешной конечно вопрос Я по всем фактам Правонарушений Связанным с фильмом Писала депутатские запросы В том числе И по нападениям Разного рода По моим запросам Возбуждались Уголовные дела Прокуроры Вносили акты Прокурорского реагирования Поэтому В чём считать Себя виновной Я не совсем Понимаю Вам не кажется Что вы подталкивали Так или иначе Людей Своими высказываниями По поводу этого фильма Подталкивали На может быть Такие радикальные поступки Как раз таки По этому факту Я и писала Запросы Чтобы прокуроры Разобрались Что является причиной Вот Такого Неспокойного Общественного мнения В данном случае Прокуроры Разбирались Писали ответы Ещё раз говорю Вносили документы Прокурорского реагирования Ещё звонок Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте 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 Сделайте потешу радиоприёмник Пожалуйста Добрый день Да Как вас зовут Владимир Из Риги Наталья Горжусь вами Что есть в России Такие люди Как вы И Владимир Владимирович Дальше продолжать Всё будет отлично Спасибо вам большое До свидания Спасибо вам за поддержку Вопрос зададите Или только реплика Просто реплика Потому что я уважаю Таких людей Сам такой же Спасибо Владимир Напомню ещё раз Спасибо вам Владимир Я вам желаю Божьей помощи Чтобы у вас Всё успешно получилось Спасибо за слова Такие хорошие Они нужны очень Ещё звонок примем Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Сергей Риган Да Сергей Наталья Владимировна Такой вопрос Вы не могли бы Или в этой передаче Кратко объяснить Или может быть В каких-то других интервью Почему такой радушный приём Был Марии Гагенцолер Знаете ли вы О их планах И вообще Почему так приняли Радушно Ту семью Предки которой Служили в принципе Фашистской Германии Спасибо Всего доброго Спасибо за вопрос Сергей Вот именно С таким же Непониманием Я отношусь Почему так радушно И сразу все Ну некоторые Первые лица Субъектов Кланяются Там И возят Везде По дворцам По Именно Эту семью Насчёт этого Я высказывала Уже своё мнение Рассказывала Свою позицию Она Не всем нравится В частности Как и другая позиция Вот Сейчас пытались Рассказать Про фильм Матильда Про Учителя И тому подобное Почему Там с иконой Вышла В бессмертном полку Да потому что Это наши герои Потому что У меня дед погиб В первую мировую В пятнадцатом году Мой прадед погиб И я несла Его портрет И икону государя Потому что Я горжусь Нашими героями И пойду ещё раз Это наша история Это наши герои На которых мы должны равняться А почему принимают Гогенсолеров Мухранских Сама Не понимаю Почему Ну По крайней мере Высказываю Свою позицию На этот счёт Ну вот в вашей книге Крымская весна Есть такой эпиграф Анны Ахматовой В меня столько брошено камней Что мне не страшен Ни один из них Вы также часто И цитируете этот Какой из брошенных камней В вас Был для вас Наиболее болезненным Знаете Каждый раз Это по-разному Проявляется Ну Начиная Наверное С Референдума Крымского Я была уже И предательницей Потом Приписывали К каким-то Сумасшедшим И к сектам И к развратнице И к кому только Меня уже не приписывали Поэтому Это всё нормально Это хорошо Когда есть камни Когда есть негатив Значит ты работаешь Вот Не завидно участь Тому Кому никто Того Кому никто Не завидует Поэтому Всё хорошо Закалка есть Благодаря Учителям Благодаря тем Кто бросает Эти камни Я им благодарна За это Поэтому Мне как-то Особо уже Не страшно В следующий раз К кому меня припишут И как будут Оценивать Ругать Критиковать Ещё звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Анатолий Наталья Завидую вашему Упорству И горжусь Так держать Крыму Россию А вопрос Вопрос Такой Долго Ли будет Режим Порошенко Мешать Сближению Украинского Народа И российского Народа Спасибо До свидания Всехов Спасибо вам Спасибо за вопросы Спасибо за поддержку И я считаю Что наши народы Народы России И Украины Это один народ Один неделимый Режим Порошенко Он скоро рухнет Потому что Такой же Трухлявый И прогнивший Как и сам Этот человек Он Столько людей Поубивал На Украине На Донбассе Столько детей Погубил Что Долго Точно Не протянет Его режим Ну Дай бог Чтобы поскорее Конец пришел А люди должны Понимать Что мы один народ Народ России Украины И должны быть Всегда вместе Так есть Так было И так будет Пользователь Также с ником Амра В фейсбуке Спрашивает Вас не чувствуете Либо себя предателем Родины Я чувствую себя Человеком Который Смог Отстоять Свою Родину Еще вопрос От нашего Радиослушателя Александра Элджей Или Хаски Вот такой Неожиданный Интересуетесь ли Рэп музыкой И рэп культурой В России Ну у меня особо Время Не так не было Сейчас Интересоваться Рэп музыкой Дочка у нас Подрастает Ей как раз 14 лет Я думаю Она меня Окунет В эту Субкультуру И послушаю Может быть Но сами вы пока Не погружались Да Вот в новые Тренды Что для вас Значит патриотизм Сегодня В России Каким образом На ваш взгляд Должно осуществляться Может быть Патриотическое воспитание Если должно В школах В каких-то Общеобразовательных Учреждениях Конечно должно И нужно Делать Произведения Искусства Создавать В кино Книги Подавать Примеры Рассказывать О мужестве О современных Примерах Любви к родине О современных Героях Нужно их Нужно их Просто Показывать Детям Чтобы дети Хотели стремиться К нашим героям Чтобы это было Модно Чтобы любить И гордиться Своей родиной Стало модным Это надо делать Это надо делать В искусстве В творчестве В культуре В школах В науке Везде Везде надо Это преподносить Преподавать Потому что Патриотизм Такое слово Когда ты с этим Не сталкиваешься Когда ты не рискуешь Жизнью Когда у тебя Никто не отнимал Эту родину Ты до конца Прочувствовать Не можешь Что это такое Ну патриотизм Какое-то слово Нет А когда ты рискнешь Своей жизнью За эту родину Когда ты поймешь Что ее надо Заработать Заслужить Эту родину И стоять за нее Рискуя жизнью Своей Своего ребенка Своей семьи Своих родных И близких Вот тогда Ты будешь ценить Но нужно Чтобы Дети понимали Что наша родина Одна И ее Не продать Не купить Нельзя Ее нужно Защищать И любить Вот и все Еще звонок У нас Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Еврей Вот насчет Родины Вопрос Как бы Вот тут для нас Как бы Латышей Конечно Латвия вроде бы Родина Но все говорят Мы европейцы А украинцы Тоже стремятся Мы хотим В Европу То есть В Европе Происходит Объединительный Процесс И очень резко Реагирует Бюрократическая Верхушка На то что Кто-то хочет Там Отделиться Или национальные Какие-то Особенности Сохранить То есть Идет вещь о глобализме А вот Как только На постсоветском Пространстве Происходят Какие-то Объединительные Процессы То тут Сразу резкая Реакция Мне хотелось бы Знать Вот это понятие Родина Оно ограничивается Границами Географическими Политическими Или как-то иначе Да Спасибо вам Родина Я считаю Что Географическими Она не ограничивается Родину Всегда надо Защищать И Смотрите У нас Российская империя Была просто Огромная Держава И в этой России Уживались Все народности Все культуры Так вот Украина На сегодняшний день Вроде бы Как стремится К Европе Так размываются Ценности Уже нет Украины Как таковой На Украине Был прекрасный язык Был Его сейчас Уже до такой степени Уродуют Новые слова Новые буквы Новый алфавит Совершенно все новое Все в Европу Своих ценностей нет Ценности Европейские Как это так Ценности должны быть И культура И традиции И песни Наши Идентичные Должна быть Наша самоидентификация Ее нужно хранить Ее нужно беречь У нас в Крыму Приезжайте Пожалуйста В Крым Летом Посмотрите В Евпатории Каждую неделю Проводится Неделя Разных народностей Там Неделя караимов Ты приезжаешь В старый город Тебя культура окутывает Традиция Кухня Караимов Потом Неделя крымских татар То же самое Кухня великолепная Культура Песни Стихи Пляски Все крымско-татарское Потом украинское Потом молдаванское Потом болгарское Потом греческое Потом И так И так Это наша гордость Это наша изюминка Культуру Нашего народа Наших народов Нужно Беречь Нужно сохранить И тогда У нас будет будущее А размывать Европейскими ценностями То есть Отсутствие Любых Нравственных Начал Это конечно Можно Но только Кто мы После этого Будем Европейцами А как же А как же Наши истоки А как же Наша история А как же Наши деды Прадеды Которые жизни Положили за Нашу культуру Нашу родину Наш язык Давайте сейчас звонок Слушаем вас Как вас зовут Спасибо за данную возможность Задать вопрос Наталья Владимировна Один вопрос Я являюсь Негражданином Латвии В данный момент Гражданство своего Не менял Поскольку Родился в РФСР Есть ли надежда На то Что после упражнения ФМС На территории Российской Федерации Все таки Мне выдадут Мою красную Паспортину СССР Благодарю Всего вам доброго Сейчас уже Паспорта СССР Не выдают Но Паспорт Гражданина России Если есть Такое намерение И Существует порядок Процесс получения Гражданства Я не знаю Вашей ситуации Но я надеюсь Что все таки Наша страна Как была великой Так она Будет оставаться И только укрепляться В своем Предназначении А люди Проживающие Рядышком И в ней Все будут Только будут Процветать И гордиться Ее Поскольку времени У нас Не так много Хотелось бы Уже подводить итог Какой период В своей жизни Вы можете Назвать самым лучшим Ну Пусть этот период Он длится и длится А самым активным И запоминающимся Это конечно Петр Крымской весны Когда мы Вот Собрались Все Коллектив Прокуратуры Республики Ребята Которые пошли За мной Не побоялись Угроз Криков Со стороны Киева Генеральной прокуратуры Украины Вот то Что мы сделали Вот то Чем мы гордимся Вот то Как мы прописали В современной Истории России Новую страничку С золотыми буквами Вот это Самый лучший И самый активный Период Запоминающийся И именно Поэтому мы Пишем Книги Чтобы это Все Зафиксировать И оставить В истории Вы счастливый Человек Сегодня Не жалуюсь Ну что ж Спасибо Что нашли Время И вышли В прямой эфир Программы Абонент доступен Наталья Поклонская Стала гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Спасибо Успехов вам До свидания